Приветствую всех на канале, давно уже не выходили серии по игре Simple Car Crash и возвращаюсь в эту игру. Сегодня будет у нас различные аварии. Итак, переходим к первой аварии и, как вы можете наблюдать, сейчас будет автоподстава. Мы с вами мчимся, едем, видим, что вылетает автомобиль, Нива пытается увернуться. Да, удар, конечно же, этого невозможно было избежать. Итак, давайте продолжим, остановим автомобиль и посмотрим на повреждения. Итак, как вы уже поняли, суть данной аварии заключается в том, что Нива у нас выезжает, как обычно, едет по правилам дорожного движения. Вылетает копейка, выезжает на встречную полосу, Нива для того, чтобы не попасть лоб в лоб к ней, объезжает нас по встречке, так как не может вырулить на другое место и получается у нас лобовое столкновение с восьмеркой. Итак, что мы видим по повреждениям? Повреждения незначительные, так как у нас в салоне никаких повреждений нет, но двигатель, как видите, был поврежден. Здесь у нас разбито стекло, здесь у нас все хорошо. По двигателю, по двигателю, по двигателю, опять же, конечно же, очень плохо. Итак, смотрим, что у нас на копейка, она оказалась виновницей данного происшествия. Как видите, осталась без каких-либо повреждений. Так вот, отсюда она у нас вылетала, вот так вот выехала и поехала дальше. Итак, ладно, с копейкой мы с вами разобрались и переходим уже к нашему автомобилю. Мы тоже ехали по правилам, ничего не нарушали и оказались виновниками, можно сказать, ДТП. Так, что у нас с вами по повреждениям? Опять же, в салоне никаких изменений нет, это очень хорошо. Стекла все целы. Да, пришелся удар у нас на двигатель. От двигателя ничего не осталось, как видите, даже он у нас не дымится. Осталось, короче, из передней части у нас только крыло. Ладно, ребята, пробуем, пробуем еще один раз, только уже с видом от первого лица. Выезжаем, заворачиваем. Так, нас что-то раскрутило. Не, ну такие себе, если честно, повреждения пока что. То есть я не вижу ничего такого сверхъестественного. Наверное, нужно будет увеличить расстояние между автомобилями для того, чтобы увеличилась скорость. Итак, давайте смотреть на повреждения. Тут повреждения у нас точно такие же. Опять же, очень плохо двигателю. Но двигатель не поврежден у нас. Да, только решетка радиатора была повреждена. Так, тут у нас незначительные повреждения. Тут автомобиль у нас полностью целый. И, конечно же, мы на данный момент стали виновниками аварии и повредили себе данную часть автомобиля. Итак, ребята, ладно, пробуем уже другую обстановку, другую ситуацию. Отъехали мы чуть подальше. Соответственно, сейчас скорость тоже в разы у нас увеличилась. Итак, обгоняем, обгоняем. Оп-оп-оп-оп. Кстати, получилось. Как видите, каждый раз получается все разные-разные вещи. То есть сейчас я планировал попасть лоб в лоб, но, как вы видите, остался полностью целым. Произошла другая авария. Сейчас мы на нее с вами посмотрим. Итак, ладно, смотрим на Ниву. По Ниве у нас она, кстати, далеко уже довольно-таки уехала. Повреждения, опять же, незначительные и, можно сказать, точно такие же, как в прошлый раз. Так, ладно, здесь у нас тоже все хорошо. Ладно, ребята, не получилось то, чего я хотел. Повреждения не сильно значительные, не реалистичные. Соответственно, пробуем немножечко другую ситуацию. Вот мы с вами едем, все хорошо, все отлично. У нас выехали, выехали, да, отвлекались на телефон, выехали на встречную полосу. Что могу сказать, сейчас, кстати, повреждения довольно-таки сильные были. Нас крутануло, развернуло. Итак, давайте посмотрим, что у нас произошло с автомобилем. Почему все основные действия у нас происходят под мостом? Да, новая локация, здесь еще ни разу не снимал. Ну, такое, то есть у нас, получается, основной удар пришелся под автомобиль. Коробке было очень плохо, перед у нас сломался. Ну, как бы что могу сказать, копейка, не сильно реалистичный автомобиль в плане передних ударов различных, потому что решетка у нас целостная, каким-то макаром выбил у нас заднее стекло. Так, здесь, кстати, тоже заднее стекло повыбивало, и удар пришелся на нижнюю часть. Очень сильно прилетело к коробке. По поводу двигателя ничего не сказать не могу. Смотрите, как странно получилось. У нас здесь крыша мятая, выбило два стекла. Ладно, ребята, получилось не слишком, опять же, хорошее повреждение, не слишком реалистичное. Хочу добиться какого-то реализма уже. Беру восьмерочку. Вот, сегодня будем экспериментировать, смотреть новые обстоятельства для новых аварий. Итак, лоб в лоб у нас восьмерка против восьмерки. Посмотрим, кто кого победил. Итак, по скорости у нас более-менее одинаковая была скорость. Итак, смотрим, наша восьмерочка. Влетели мы прямо в переднюю часть. Но, смотрите, у восьмерки, опять же, уже повреждение в разы реалистичное, так как она более лучше проработана. Итак, смотрим. Прошу прощения за подсторонние шумы. На улице штормовой ветер. Вот, приходило оповещение от МЧС. Ничего не могу с этим поделать. Итак, повреждение довольно-таки значительное у нас. Здесь затронуло подвесочку, но, опять же, никаких ударов в плане разбитого лобового стекла нет. Здесь у нас полегче, полегче. То есть, получше повреждение. Ладно, ребята, давайте пробовать уже сделать какую-либо РП-ситуацию, потому что просто смотреть аварии скучно. Итак, дед у нас выехал с заправки. Все хорошо, все по правилам. Посмотрел, включил поворотник, завернул. Так, видят, здесь поворот у нас запрещен. Опа, Нива стоит развернута, там восьмерка. Давайте посмотрим, что у нас произошло здесь. Чуть-чуть съезжаем с полосы, смотрим. Да, удар очень сильный. Как видите, никакой водитель у нас не вышел из машины, поэтому давайте повернем, посмотрим, что произошло. И вызовем, конечно же, все спецслужбы, такие как МЧС. Ну, если в общем говорить, то есть полицейских вызовем обязательно, чтобы оформить аварию. Итак, ладно, и вот мы с вами едем на копейки. Все хорошо, студент купил себе автомобиль, мчится на собеседование, да, устраивается на подработку. Итак, смотрим, что у нас там. Опа, авария, мы чуть-чуть насторожены смотрим. Ух, ё-моё, вы видели, что произошло? Ё-моё. И все, восьмерка поехала, мы такие, нет, надо что-то делать, ну, потому что влетели в аварию, в аварию попали. И ускрылся с места происшествия, конечно же, нужно экстренно реагировать и мчаться за ним. Итак, нужно нам его наказать, конечно, силы не равны, потому что восьмерка быстрее, чем копейка. И, ну, мы должны поймать, поймать его по-любому, хотя бы попытаться, мы с вами должны. Итак, отлетает немножечко, мы попали с вами в неловкую ситуацию. Итак, вот у нас восьмерка, заехать никак не может, надо как-то сейчас быстро, быстро, опять же, решить, что сделать, каким образом её закрыть. Итак, вот таким вот образом, давайте попробуем, наверное, придавить к забору, выйдем, поговорим, скажем, ну, типа, что-то уехал, ты вылетел, ты на какой скорости, сам-то жив. Итак, вполне, кстати, вероятно, что, может быть, водитель потерял сознание, нажал на педаль газа и всё, ну, посмотрим сейчас. Итак, всё, мы всё узнали, да, всё-таки скрылся у нас водитель, помогли ему что-либо сделать, оклематься. И он сказал, да, ладно, сейчас всё оформим. Так, смогли мы договориться по повреждениям, очень сильное повреждение, конечно же, передней части, соответственно, водителю не очень хорошо по состоянию здоровья, нужно будет его отвезти в больницу. Опять же, никаких повреждений салона у нас нет. И у нас, ну, блин, купили только копейку, вся блестела, красивая, ну, мятая, мятая, ладно. Сейчас самое главное договориться, благо автомобиль застрахован. Ладно, давайте уже переходим к автомобилям, которые стоят у нас в аварии, посмотрим, что с ними произошло. Тут у нас прилетел, конечно же, в заднюю часть, такие повреждения, кстати, фара цел осталась. Но хоть какой-то плюс, да, с этой стороны очень сильно прилетел, и если бы у нас подвеска была убиваемая, разбиваемая, то её бы с этой стороны не было. Двигатель очень плох, конечно же, основной удар пришёлся в него. Итак, что ещё можно сказать? Задние фары, конечно же, выбил, но по нарушению геометрии кузова ничего нет. Единственное, это передний лонжерон у нас смяло, то есть автомобиль у нас восстановлению, к сожалению, не подлежит, если только на разбор. Потому что переднюю часть, это несущая конструкция, её разбирать у нас нельзя. Итак, что у нас здесь? Здесь у нас прилетел, ух, ё-моё, я, кстати, не смотрел с видом из салона. Но водитель тут сильно достался, вполне вероятно, что уже всё, ему помощь никакая не нужна. Но мы будем говорить о хорошем, конечно же, его отвезли в больницу, получилось его спасти. Но если рассуждать логически, то, конечно же, никакой речи такой идти не может. Итак, здесь у нас автомобиль просто ехал, остановился, захотел помочь, вызвал спецслужбы. Да, ему тоже прилетело, отлетел он, кстати, довольно-таки сильно в стол. Опять же, повреждений никаких салона нет, ну, блин, почему? Ладно, ну, при таких, конечно же, авариях не сильные повреждения салона, геометрия кузова у нас здесь немножечко была нарушена. Но это не критично, можно будет восстановить. Ладно, ребята, на этом серия подходит к концу, посмотрели, поэкспериментировали с различными обстановками. Посмотрим бы, еще посмотрим, и будем уже отрабатывать какую-нибудь одну постановку, может быть, сделаю даже целый ролик с рассмотрением одной аварии. Ладно, ребята, на этом серия подходит к концу, обязательно ставь лайк и пиши комментарии с идеей для следующего ролика по этой игре. Также я активно сейчас готовлю топы и ищу новые интересные проекты. Если ты хотел бы увидеть какую-нибудь игру на моем канале, обязательно напиши, опять же, об этом в комментариях. Ладно, ребята, всем спасибо, кто досмотрел до конца, сегодня выйдет еще очередная серия с топом. Выйдет она у меня примерно где-то в часов 7. Ладно, ребята, всем большое спасибо, кто досмотрел до конца, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok